утренний завтрак сегодня я им приготовил ванну тазик с водой вот он стоит будут купаться давно не были рядом чтобы они зашли насыпал семечек чтобы они раскушали утренний завтрак первый день налил им воды но пока не залазит где может быть пойдут купаться застелить пришлось это им семечки бросаю привычаю сегодня у нас 11 12 февраля 2019 года вторых вот у них вывелись детишки уже третий день глаза открыты это у меня в комнате это две разные породы я за ними не смотрю они за кого хотят за того замуж выходят утренние здесь у них завтрак как они расходы знают тазики вода купаться тут брызги будут лететь везде но пока нет ранее утро они знают что холодно я правда воду подогрел немножко долго искал тазик в такой чтобы был он сантиметр передят насколько сорок пять в диаметре Продолжение следует... 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 Нет, а вот там я ребенку сказал как-то, ну я сказал, так 45 лет ни одной аварии, ни один отравленный, ни один погибший, ни один, ни один. А в государственных все по нормам, по 9, по 6 детей тонут, то еще хуже что-то, в 95 сразу под капельницами. Это все они молчат, почему? Ну и лишенные совести, сожженные. Я не отвечаю. Ну тут было, нападали когда, я подал в суд и все это, все процессы проиграли, наказали их, опубликовать надо. А те рядом-то были бы их, только шевельнулся бы и праха не осталось. Ну зачем? Пускай делают. Господь сказал, что делаешь, делай скорее. И вот они радуются, я еще 5 роликов буду, да что же не делать-то? 14 150 роликов. Ну ну покажите, где столько есть, и при том какие начитанные все, жития и прочее. Ролики Сергея Козлова, это наши вдвоем ролики. Он бы ни одного не сделал, если бы не обратился. Так бы иконы рисовал и все. Мы с ним беседуем, говорили, друг у друга берем. И его талант я развиваю, сейчас ставлю все ролики. Их 200 с лишним будет роликов. У меня и проповеди, и жития святых насчитана, и Библия, добротолюбие, Григорий Дещенко. То есть, ну масса. И на все нападает, на все. Ну почему? Ну сожженные в совести, да, но ему жребий такой выпал. Выпал, значит, у меня голуби. Вот 8 наступило, у меня 250 голубей. А прокормить могу только 20. Что я должен с остальными делать? А вы их отпустите. Но они вылетают на улицу. А куда они полетят? Никуда. Заготовленные полторы тонны зерна. Это все будет за один месяц съедено. И дальше гибель всех. Они об этом не думают. Или, ну, сатана. Вот этот лжец, клеветник, он вокруг их собрал. И они там изгаляются. И сатана на меня. Это все перед Богом. От этого вы лучше не станете, православными не станете. Еретики. Прямо такое безумное вакханалие. Шабош нечистой силы. Говорят, вот тот-то, даже священник, я уже два ролика составил. Еще составляю. Да что же не составлять-то? Моих лично книг выпущенных 38 томов. 38. Да еще 7 томов в интернетной версии. Вот тебе и 45 томов. Каждый том 752 страницы, а последние 4 по 800. Что же меня не брать-то? И говорят, у Лапкина у него все открыто. Мне есть что открывать. Я не боюсь. А почему? Ну, почему? Потому что уважаю своих клиентов, читателей. Ты открой наш сайт. И там книга для Слова Божия нет уз. Прочитай мою биографию. Что-то ваше найдется, то нету. Моя биография очень похожа. И даже говорят, я похожу чем-то на Александра Исаевича Солженицына. А на него как нападают, и его поносят. А на Христа что пишут? Где он будет в аду? Гнали меня, буду гнать и вас. Вот. Вот статья у нас появилась в Алтайской правде, губернская краевая газета. И там написано, у злого человека голуби не водятся. Не водятся. На развороте огромными буквами. У меня две голубятни, даже три. Да в доме маленький, вот я наблюдаю. Вот еще одно доказательство. Достоверность. У моих противников нет, у голубей. Ни у одного. Я их 7 тысяч только заблокировал, с лишним. Ну а что же. У дьявола легионы. Легионы этих. Вот от меня это метр на два с половиной. Тазик. И даже он сейчас только махнул крылом, и до меня брызги долетели. Вот он пробует охота слететь и боится. А она пытается сушиться, сейчас там сидит. А он все еще не покупался. Видишь она как. По всей вероятности, если есть насекомые, они поднялись выше. А она теперь может их выбирать и сбрасывать. Вот я про это и говорю. У нас каждый день новинка. Новинка. Вот сейчас рулетку два ролика сделал. Сергей Козлов парализованный. И умер. Я понял, что там можно работать. Дно адово. Я попросил, чтобы этот талант, его быть в чате. Господь дал мне. И мы уже более 50 роликов составили. Люди оттуда приходят на наши ресурсы. А там смотреть нечего, казалось бы. И то, что мы делаем, никто этого не делал. Мы молимся. Считаем Евангелие. Свидетельствуем. Не говоря о других. И чтобы я отдельный ролик составлял, ну, надергать материалы. Даже не представляю, когда у меня времени нет на это. А это ничем не занятые люди. Советские. Бритые. Растегнутые. Может, кто-то масоны. Бог их знает, кто они такие. На меня заказные статьи. Масонская организация. Радио Свобода из Великобритании заказывает. И кому заказали, тот мне и сказал. Говорит, не могу написать. А почему? Писал положительные статьи про лагерь. Черников Александр Тихонович. Ну, и вот. Пришлось ему пострадать, что не написал. Вот, наконец-то. Вот так долго я смотрел. Первый день, повторяю, сегодня. Уловил, как они первый раз залезли сюда. Вот там пятая глава, кажется. Третья книга Езры говорит. У Бога среди множества птиц избранник голубь. Голубь чистая птица. Чистая употребляет в пищу. Диетическая. Это полезная очень. А я не ем. Я вообще мяса никакого не ем. Ну, а куда их девать? Один раз вот зимой мне пришлось сразу убрать. Селекция. 300 штук. Дальше отеребили. Поджарили. Там приходили люди, друзья, угощали. Я в рот не беру. А вот это делает. Жалко. Голову отрезали. Жалко. Не надо было грешить. Тогда бы птица не убивалась. А так она покорилась суете. Ну, свободу, славу детей Божьих. Освобождена будет от этого. А сегодня Бог повелел. Все до одного в Израиле, у кого дети были. Все до одного. Приходили, у кого овец нет. И голубей приносили. И священник там оказан, как переломить крылья, как обрезать. И никто не говорил, что ты жестокий, так делаешь. Это лицемерие. Посмотрите, как овечек колют у мусульман. Там и розаи везде. Ну, ты бы сказал, подошел. И никто не прятался. Не в закутке это делалось, а открыто. Рядом дети стояли. 12-летний Иисус. Барашка кололи. Ну, когда запутался барашек рогами, Авраам приносил эти жертвы Исаака. Что он сказал? Исаак, завяжи глаза, уйди, я буду резать барашка. Ничего подобного. Вот как ненцы на севере с оленями. Они с малых лет приучают детей к этому. А то и оленя зарезали. Ну, согрешили пищу после потопа. Мясное Бог отдал. И это естественно. Мне жалко их. Ну, а что сделать? Как? Жалеть я имею право. И поэтому жалею я должен выбраковывать каких-то. А куда их девать? Выбрасывать, чтобы от голода погибли. Вот оно как. Ну, об этом говорить даже. Большая честь для них говорит. Ну, для тех, кто не знает, просто скажу. Никакого внимания не обращайте на них. Ну, я даю знать о своих ресурсах. Ну, а там есть что? Вот, допустим, на Майл.ру зайдут. У меня 22 тысячи наших фотографий. 22 тысячи. И здесь, на форуме, 1600 тем полно раскрытых. Вот я сказал в Ютубе 14 тысяч 150 роликов. Если кто знает, то сколько обращаюсь. Покажите. Где что? Чтобы они были поучительные. Не так, что фотограф рисует. Голая женщина задом повернута и загнулась. И вот он что-то... Что он сделал-то? Ну, я могу точно сказать, что это не мусульманка он фотографировал. Это точно. И у мусульман не было, чтобы друг на друга нападали. Это русские. Эту подлость в себе развили. Такая недружественная. Его касается, что я делаю от голубей. Нет, конечно. Но у него нет. И он начинает плевать, хулить. Изблевывать на меня свою желчь. Но на меня это не действует. Никак. Кроме благодарности Богу. И что интересно, вот Синицкий. Я только услышал о нем. Сказали, там вот такое-то что-то говорит там про вас. Я заглянул один раз. Посмотрел, какие у него глаза. Какое лицо. Все. Я сказал, что у него ничего нет. Это еретик стопроцентный. Да благословит его Господь. Принять истину православия. Вот они сушатся. Больше ничего нет. И вот сидит он там в роликах просматривает. Смотри. Ничего ты не найдешь. Да где прокуратура? Куда смотрят? Прокуратура смотрела. Возбуждали дела. И пришлось пятиться назад всем до одного. Все процессы выиграны мною. По телевидению дали опровержение. Ну, откройте даже наши книги открытым оком. Как шел процесс. Какие были, выступали против. Все разбито. В прах Господь разнес. Как в половоде щепки. И никого нету. С работы уволили кого-то. Запретили на религиозную тему там говорить. Одна женщина Ирина. Лавриненко Сергей Николаевич. Бывший летчик. Это вот его зажали. Не адвокаты, никто не могли помочь. Все. А то пугал. Да у меня брат. В КГБ. Там целая тома против вас. Я сделаю вам. Выйти из дома нельзя будет. Все. Сразу уже на суде начал. У меня приступы от Лапкина. Вот то другое. Я переживаю. А судья, какие твои признаки? Все разнесли. Ничего нет. И все показано. В деле какая страница нету. А почему? С нами Господь. Господь. Против Господа никто не восстанет. А я могу только сказать. Про вас написан 108-й псалом. На развалинах сидите. Вот сегодня новый ролик поставили. Еще священник один. Там Бирюков. Вот. Я против вас готовлю. А у самой ничего нет. Хи-хи-ха-ха. Они не видят, в каком бедственном подложении находятся прихожане. Люди ничего не знают. А они шикарствуют. На скорости 140 км в час летит священник. Рабочие работают. Сразу двоих задавил. И тут все подделывает. Все. Его тут же освобождают. Но это не всегда так будет. Юрий Буданов тоже там пытался крутиться. А пристрелили как собаку. Полковник танковых войск. Это все до времени. До времени. Калоев, он поехал в Швейцарию. Это нашел того, по чьей небрежности, разбился самолет и его семья. Ну и что было? Господь попустил тому быть убитым. Вот я сижу с голубями. Утро раннее. Вот я сегодня встал, допустим, в 3 часа. Ну обычно так встаю, раньше не встаю. В 3 часа, в 4.40 все остальные встают. Мы молимся. Готовят завтрак. В интернете работа. У вас тут ничего нет. Нет ничего. И главное, разными именами там называют сами себя. Восхваляют. До того смешно. Веры нет. А что ты сделаешь? Ну будете вы дышать зловонные, говорят, испускать испарения. Мне что до этого? Никак. Я молюсь за вас. У меня по графам отдельно я молюсь за пьяниц, за родственников. Отдельно я графа. Отдельно кто в интернете помогает. Отдельно. И отдельно враги. И о врагах я в первую очередь должен помолиться. Как говорит Златоуст. И первый раз на этого синистского вышел. Я его сразу сюда занес и стал молиться. А он еще более яростно. Еще больше погони собрал вокруг себя. Да только делов-то. Благословен Господь. Благословен. У них нет ни доброго слова, ни понимания. Я 45 лет начальник детского лагеря. Тысячи детей отдохнули. Они так я вел себя. Ну вам как говорить? 45 лет. Ни рубля государство не дало. А родители отпускают своих детей, подписываются, что претензий нет. Но ребенку плохо он бы не поехал. Осков 8-10 лет подряд приезжает. Ну маленько глянут. Разумный человек разве может такие дела сбрасывать со счетов? Вы сидели за свои убеждения? Нет, конечно. Только ногой топнет прокуратура, только одни брызги вонючие полетят. Но мне пришлось это все перенести. Тем более дело у меня МГБ вело, Московское КГБ. Это не игрушечная организация. И что-то они добились? Нет, конечно. Реабилитирован. Все вернули. А стоимость, за которую я боролся, 11 миллиардов. Миллиардов рублей. Те недоименированные. Я 11 лет шел, суд и выигран. Вот он лежит, сохнет. Это он. А там она. Вот такое утро. Я как бы ролик маленький составить хочу. Господь силен. Оставили. Он говорит, гнали меня, будут гнать и вас. И будут поносить и злословить ради меня. Ради Христа. Я бы таким не был, если не Христос. Это мое. Все, что есть, это Господь дал. Вот он так вентилирует и просушивается. Ну, в комнате у нас сегодня тепло. Градусов 16 тепла. Вот так. Постелил. За ними надо подбирать все. Они уже не боятся. Вот они рядом. А там у них детишки. Маленькие. Я могу, конечно, там посмотреть. Показать детишек. Господи, помилуй, благослови. Ну, подожди маленько. Я пройду. Постой. Не бойся. Ой, Господь меня послал к вам. Да мы сошлись с вами. Вот они. Вот они, малыши какие сидят. Глазки открылись. Это я им второе гнездышко приготовил. Вот-вот они будут опять нестись, а тех кормить. Их много. В Египте, в Каире, только один ресторанчик, который голубей дает. Жареных, фаршированных. И туда с Европы и лезут люди. Ну, они небольшие. Жуют прямо с косточками. Ищут их. Хоть раз отведать это сокровище. Ну, у меня свои голуби. Говорю, один раз пришлось им зимой делать селекцию. То есть убрать, заколоть. Больше трехсот голубей сразу. А куда же их? Они сожрут. Они очень жоркие такие. Ничего нету. Ну, вот курица нас держит, допустим, 250 тысяч. Как? Всех порубят. А в Америке сколько? Миллионы. Ножки буша, как говорят. И кто-то что-то говорит. Так для этого и все. И выращивают. Все это. А увидели я колю. Так я не ем. Я убираю. А я должен выгнать. Ну, вот выгони, заведи голубей, подержи. А вы злые. У вас не будет голубей водиться. Они сдохнут все. Вот так. Вот они сейчас у меня здесь. Слава Христу. Повторяю. Сегодня это 12 февраля 2019 года. У меня кошки нынче. В зиму 9 кошек. 9 охраняют везде. Разные цвета. Три беспризорные были черные. В храме под трапезной. В храме. Ну, а здесь у меня три. Вы видели, какие за стенкой там буская. Едва ее котенка. Котик и кошечка. Вот она. Я вижу, она думает сейчас взлететь. Смотрит и начинает колебания делать. Головой. Да. Какой носик у нее интересный. Это тут распластался. А там у меня диск лежит. Фиолетовый такой. И подружник под руки молитв. Да хорошие мои голуби. Хорошие такие. Сколько воды тут у вас. Воды-то сколько. Ой-ой-ой. Мне все убирать надо. Вот так она. Ну, все на этом.